Всем привет! На связи команда Александра. Вот Юля, одна из наших выпускниц. Вы могли ее часто видеть на наших прямых с Александром эфирах. У нас очень активная девушка, боевая такая. Юль, слушай, можешь себе рассказать немножко? Какая-то у тебя появилась в Чуках. Всем привет! Меня зовут Юля, мне 32 года. Я живу в городе Анапе. У нас жарко сейчас. Расскажу немного о себе. Заикание у меня случилось в год 3-4. Чего неизвестно. У меня там что-то нервное было. Либо это меня кто-то напугал. Непонятно, в общем. Но, видимо, мне это все еще усыпили. Дома внушили, что у меня проблемы с речью. Вот я была такая, естественно, очень впечатлительная девочка. Поэтому у меня вот это вот все отложилось в голове, что я... Вот у меня проблемы с речью. Вот. Ну и все начало развиваться потихоньку. Где чаще всего у тебя проявлялось заикание? В каких вообще ситуациях? Ну, вообще, когда в незнакомых местах, там, сообщения с незнакомыми людьми, в подсквестных местах, там, где много людей. И я стеснялась, у меня это прям, все начинались супоры, жуткие. Поэтому вот. Ну, хотя это... Дома в детстве я это... Вот, у меня было все нормально. Я спокойно была. Хорошо. В каком-то месте у меня прям все начиналось. Как бы я начала сильно это... Волноваться. Вот. Ну, в детстве мне как-то особо я это... Не обращала внимания, кстати, на это. Но потом, когда я уже пошла в школу, то там уже... Ну, хотя это в начале класса, ну, у нас был хороший класс, и поэтому, оказывается, нам хорошо относились к этому. Вот я это уже не переживала. Но потом, когда я пошла уже в этот старший класс, то уже начались эти комплексы сильные. Вот. И чем больше, видимо... Ну, это так же становилось... Вот это влияние все больше и больше на меня оказывало. Поэтому вот я пошла на этом зацикливаться прям сильно. Я прям вообще не могла сказать ни слова. Это тяжело, я тебя прекрасно понимаю. Мне так же было. И вот быть и все. Да, слушай, а вот что у тебя случилось такое, что ты вот решила, ну, как знаешь, такая самая большая боль? То, что вот надо вот все, хватит сидеть, надо с этим работать. Ну, да, у меня много было боли от этого, неприятностей. Ну, во-первых, это... Когда я училась в университете, вот я не могла сдать ни экзамены, ни зачеты. И мне, конечно, так делали по бластике из-за жалости. Но это очень сильно, как бы, мне потом было неприятно. Это убивало мою самооценку. Вот у меня потом все больше и больше. Как я тебя понимаю. Слушай, а были какие-то вообще сомнения идти на курс? Сомнения были, что я... Лентяйка такая. Почему? Ну, потому что вот я это... Вот обычно сначала чем-то там загораюсь, а потом это начинает менять. Вот я думала, что... Вот из-за меня, как бы, я это не смогу. Слушай, ну, ты вот, я помню, одна из тех участников, вообще большая редкость, кто, ну, не так часто был на курсе из-за работы, и все делал все равно. То есть, видимо, все там просматривал, пересматривал, старалась там зайти на пару минуточек, ну, хоть что-то, чтобы услышать. Это, конечно, сильно. Мы всей командой, наверное, были в шоке от твоих результатов. Да, в свободное время все смотрела, да, это видео делала. Вот делала упражнения. Ну, времени мне, конечно, было мало, я там ничего не успевала. У меня истерика была из-за этого, что... Я пошла, я ничего не успеваю. Но потом вот взяла себя в руки, вот, и говорю себе, так, вот, я хочу изгнать свою жизнь. Мне это все уже, это, надоело. Я хочу новую жизнь. Вот. Хочу новую жизнь. Достижение. Поэтому взяла и сказала, так, соберись, тряпка. Молодец, так и надо. Правильно. Соберись тряпкой, пошла взяла. Слушай, а какие у тебя были самые такие моменты, наверное, на курсе, может, что тебе больше всего помогло, что тебе больше понравилось на курсе? Ну, вообще-то в комплексе все в целом. Ну, вот упражнения, это практические упражнения, помогли, вот, и психология. То есть я вообще пересмотрела свое мнение, поменяла ход своих мыслей. И это, кстати, отразилось не только в речи, но вообще в жизни. Я стала, ну, вообще-то, такая более, это вот, раскованность чувствовать везде. Да, это, ну, вообще-то. И мало того, ты же записала визитку, да, еще? Да, вот актерскую виде визитку. Так что жду, когда у нас в Анапе будут актерские кастинги. Вот и буду пробоваться на роль со словами. Ну, я раньше в массовых сценах. Мне захотелось пойти дальше. Мне это понравилось, вдохновилось. Здравствуйте, меня зовут Морозова Юлия Сергеевна. Мне 32 года, но мой экранный возраст может быть и моложе. Мой рост 1,60 м. Вешу 50 кг. Размер одежды XS. Я начинала с ролей массовых сцен. Также был опыт в эпизодах. Когда я узнала о кастинге, меня это очень заинтересовало. Я подала заявку, меня пригласили. Мне очень понравилась атмосфера на съемочной площадке. Было очень интересно, весело. Увлекаюсь живописью. Люблю петь, пою на английском. Обожаю экстрим. Летала на параплане. Мечтаю прыгнуть с парашютом. Вожу автомобиль на механике. Спасибо за внимание. Буду рада принять участие в вашей картине. Ну, это, конечно, классно. Я же знаю, что ты еще и работу сменила после этого все. Да. То есть еще и сменили работу. Ну, да. Сейчас лучше. То есть пойти в своей мечте и сменила работу. Это, конечно, круто. Круто. Слушай, а что можешь вот ребятам пожелать, кто будет нас смотреть? Я хочу пожелать, чтобы они не сомневались к тебе, чтобы они двигались вперед, работали над собой и ни в коем случае не опускали руки. Только вперед. Да, вперед, вперед. Ну что, ребят, с нами был один из бойцов, наших выпускников, у которого реально изменилась жизнь. Ну и на связи была команда Александра. Всем спасибо, кто будет нас смотреть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok